Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня интересное видео Испанка, от чего на самом деле умирали люди во время эпидемии 18-20-х годов 20-го века. Кстати, а для любителей аспирина будет просто шок или злость, но это уже ближе к концу видео. А сегодня вы узнаете о причинах огромной смертности 100 лет назад и, возможно, уловите аналогии. Вирус гриппа или питание и условия жизни, от чего возникал отек легких у больных Испанкой. И в чем опасность бактериальных инфекций при дефиците питательных веществ. И каковы надо сделать всем нам выводы. А в конце видео я перечислю вам самые важные мои видео, которые пригодятся вам для укрепления иммунитета и ликвидации дефицитных состояний по всем самым важным веществам и элементам. Итак, описание симптомов, как умирали люди, свидетельства врачей того времени и вскрытие умерших от Испанки людей в наши дни показали, что умирали люди от двух факторов. Первый – ОРДС, то есть острый респираторный дестресс-синдром вследствие воспалительных процессов и от поражения организмов людей в связи с этим. Вторым фактором – бактериальными инфекциями. Все. О ОРДС я подробно рассказывал еще два с половиной года назад, как это проявляется, как развивается. Рассказывал, когда только началась еще первая волна, так сказать, К-19, но вы поняли. Послушайте вот этот важный отрывок в связи с этим. Помните, что этот дестресс-синдром – это угрожающее жизневоспалительное поражение легких. Оно приводит к смерти довольно-таки часто и требует проведения специальных манипуляций уже в стационаре. Возникает специфический, так называемый, некардиогенный отек легкого. И если кардиогенный отек легкого можно лечить с помощью определенных лекарственных препаратов, то вот такой специфический отек легких можно лечить только с помощью машины механической вентиляции легких. Или совсем уже продвинутых методов, таких как экстракорпоральная гемоксигенация. И даже если эту фазу человек переносит, даже если в клинике, то возникает такая сильная в любом случае иммуносупрессия, угнетение иммунитета, которая поражает и приобретенный врожденный иммунитет и становится губительной для человека. Помимо прочих возбудителей инфекций, которые начинают активно размножаться в организме человека, помимо бактерий, да, различных, берут вверх и такие серьезнейшие возбудители, как синегнойная палочка и грибные, грибковые поражения. Я имею ввиду грибки микромицета, дрожжевые, плесневые грибки, различные, в том числе и аспергилиус, который поражают легкие. Кстати, это зависит от того, где в каких условиях человек еще жил, работал, не было ли там источников грибковых поражений. Да, они есть, собственно, везде. Вопрос концентрации и ослабленности иммунитета. И от этого зависит дальнейший ход развития событий. Вот в чем индивидуальность заключается. Да, помогите мне распространить эту мою лекцию, пишите свои отзывы под видео, ставьте лайки и пересылайте ссылку на это мое видео своим друзьям и родным. Итак, отчего эта эпидемия происходила тогда, сто лет назад, и почему она была такой массовой? Все просто. Вы помните, по крайней мере, слышали, что такое окопная война? Напоминаю, Первая мировая война началась в 2014 году, а с 2015 года все армии увязли в окопах. Дожди, слякоть, нет чистой питьевой воды, морозы и сырость, антисанитария, голод, вши, тиф, дизентерия, синдром траншейной стопы. Все это и многое другое сильно ослабляло иммунитет. Но это еще не все. Было ужасное питание, не было зелени, кроме дикоросов летом, не было овощей и фруктов. С 2015 года качество и разнообразие питания только уменьшалось, только ухудшалось. Так как экономики всех стран работали на износ, уровень жизни, население в городах и на селе тоже сильно упал. Транспортировка миллионов тонн продовольствия на фронта затруднялась, корабли топили, поезда взрывали, появился дефицит продовольствия. Но армии надо было кормить любой ценой. И с самого начала войны, особенно когда она затянулась, встал вопрос, чем кормить солдат. И вот тут-то и появились химики, технологи и наделали много всякой всячины. С этого момента начала работать пищевая и химическая промышленность, которая существует до сих пор. Тогда она только зарождалась. Тогда появился в рационе солдат маргарин вместо сливочного масла, который не портился. Но это, дорогие товарищи, трансжиры, мощнейший канцероген. Появился сахарин вместо сахара, тоже тихий ужас. Но самое главное, это консервы. Миллион тонн, миллиарды единиц консервов. И это была основа рациона всех солдат, всех армий в те годы. В консервах практически полностью отсутствовали витамины, так как многие из них не термостойкие, не термофильные. Скажем, один из самых важных витаминов, витамин С, полностью разрушается при термообработке. Тем более при такой длительной, как при производстве консервов. Добавим к этому саму жесть того времени, из которой молекулы тяжелых металлов частично переходили в пищу. Вспомним также, что еще укрепляет иммунитет, что жизненно необходимо при ослаблении иммунитета для его укреплений и противостояния любым инфекциям. Это важнейший минерал цинк. Так вот, при термообработке и он разрушается, перестает быть активным. Когда началась эпидемия испанки, или говоря по-иному, когда люди стали массово заболевать и долго мучительно умирать? С января 2018 года. Сезон начала массовых смертей не случайен. Это пик дефицита всего того, что хоть как-то еще есть летом. К январю все запасы редких и важных элементов в организме, тем более при такой жизни, заканчиваются. Уже нет витамина Д, цинка, витамина С и многих других жизненно важных нутриентов. Постоянные стрессы, жуткая гигиена, сырость, все это факторы убийства защитных сил организма. Все это истощает резервы организма, они не вечные. К тому же, за эти три года к тому времени войны, запасы всего того, что запасается в организмах людей надолго, иссякают, как, скажем, витамин В12, тем более в условиях выживания, а не мирной, тихой жизни. Теперь про аспирин. Аспирин при лечении тогда назначался в обязательном порядке 1300 мг каждый час на протяжении 12 часов в сутки. А один из побочных эффектов такого лечения – это отек легких. Тогда этого не знали. Отек, о котором я говорил еще два с половиной года назад. Сейчас же, в наши дни, тех, кто попал в больницу по случаю симптомов новой массовой болезни, ну, что у всех на слуху, пичкают по инструкции изрядными дозами гормонов и иными токсичными препаратами, назначаемыми просто по протоколу, потому что так положено кем-то было положено. Просто ужас. Но о всех прелестях нынешнего модного заболевания посмотрите лучше видео профессора-вирусолога Редько. Ссылка будет в описании под этим видео. И еще у меня в телеграм-канале будут выкладываться, уже выкладываются, интересные статьи и видео, о которых здесь, на просторах данной сети, не расскажешь по понятным причинам. Посмотрите, что говорил академик Сомов о прокариотах. Назовем их так. Ссылка на телеграм-канал будет в описании дана под этим видео. О токсичном действии аспирина, о его передозировках тогда еще не знали. А вы сейчас знаете? Помните, что я еще совсем недавно в одном своем видео говорил про тот же парацетамол, еще одно любимое нашим народом средство лечения. А вот послушайте. Знайте, дорогие товарищи, что парацетамол и его аналоги не просто вредны, а данные препараты являются главными причинами, стоящими на втором месте в мире, по причинам пересадки печени. А в США на первом месте. Дело в том, что в состав парацетамола и его аналога входит вещество под названием ацетаминофен. Это и такие безрецептурные лекарства, как террафлю, которые, возможно, вы считали безвредными. А это вещество просто уничтожает клетки печени. А при жирной печени, алкогольной печени, при приеме антибиотиков, антидепрессантов, при повышенном сахаре в крови и под воздействием других факторов, когда печень и так ослаблена, она резко истощает запасы глутатиона, важнейшего антиоксиданта для печени. И далее происходит просто некроз гепатоцитов, то есть основных клеток печени. Я должен был вам это сказать, а вы уже решаете сами, что с этим теперь делать. Так вот, жуть просто. Как же люди любят волшебные таблетки. Страсть какая-то. Другой побочный продукт применения аспирина – это увеличение очагов бактериальных поражений на фоне сильнейшего ослабления иммунитета. Кстати, сейчас есть много искусственно созданных бактерий, биологического оружия, которое уже многие десятилетия развивают те или иные страны. Понимаете, о чем я говорю? Такая уж глобальная сейчас политика. Да, тогда, сто лет назад, не было КТ, не было аппаратов ИВЛ, антибиотиков, генераторов кислорода тоже не было, и спасать тяжелобольных, как сейчас, не могли. Кстати, если бы сейчас не было современных средств спасения, смертность от нынешних бактериальных инфекций была бы не ниже, чем тогда. Поясняю, что хоть и говорят про вирус гриппа, имею в виду ту испанку, но никто от вирусов тогда не умирал, а умирали от недостатка кислорода вследствие отека легких и бактериальных поражений легких и других органов, умирали от токсичных поражений печени и почек, от отказа сердца, от инсультов и инфарктов в связи с поражениями. Вот от чего умирали тогда миллионами люди. Что ж, выводы политические я оставлю за скобками. Каждый из вас пусть сам об этом подумает, а биологические выводы таковы. Дело рук утопающих, вот в чем заключается ныне. Прием витамина Д3 обязательно 10-20 тысяч МЕ, то есть международных единиц в сутки, качественного. Хотя это и реклама, тем более бесплатная, но все же, например, фирма Солгар Американской. Ссылку тоже дадим под этим видео. Цинк надо принимать, тройную дозу от рекомендованной на упаковке, но только в хилатной форме, например, глюканат цинка. Витамин С обязательно 1-2 грамма в сутки, но категорически никакие не аскорбинки. И не иные химические аналоги, а только в органической форме. Например, вот этот лучший в мире жидкий концентрат из растений, органический натуральный витамин С. Ссылка на него будет под видео. Для желающих есть идеальный набор для укрепления иммунитета при различных ОРЗ, заболеваниях, для защиты легких и так далее. Вот он. Но помните, что отдельно, дополнительно необходимо принимать витамин D3 и цинк непременно. Конечно, сто лет назад пища была гораздо богаче в плане минералов, чем сейчас. Это большой плюс был тогда. Она тогда была экологически чистая вся. Не было никаких трансгенных организмов ГМО. А сейчас, несмотря на лучшую, так сказать, медицину, добавились страшные факторы уничтожения иммунитета. Это и фастфуд, химия в еде, красители, эмульгаторы, улучшители вкуса, консерванты, загрязненный воздух и вода, стрессы, суета, износ на работе, электромагнитный смог, радиации, очень много иных вредных факторов воздействия, хотя многие люди явно их не видят и даже отбрасывают от себя мысли, что это хоть как-то влияет на них. Но этим факторам, воздействующим на людей, наплевать на мнение людей. Они-то на людей воздействуют. И современным людям, исходя из этих огромных факторов воздействия, если кто пожелает, нужно добавить очень малые для начала так называемых эпидемий и поддерживать их искусственно легко и можно сколь угодно долго, изменив жизнь людей до неузнаваемости. Скрытые, незаметные дефициты тех или иных нутриентов иногда развиваются годами и даже десятилетиями, а проявляются молниеносно при воздействии иных дополнительных факторов воздействия, которых не было еще вчера. Про бактерии, нано-бактерии, аналоги синтия говорить не буду вы, я надеюсь, понимаете о чем я. Проверьте свой организм на дефициты витаминов D2, D3, К1, К2, В12, на витамин С, на цинкселен, ферритин и железо. Хотя бы на это. О продуктах, которые можно и нужно есть, я рассказываю в своих видео. В них есть ответы на все вопросы. Смотрите их непременно, не ленитесь. Это для вас важнее, чем для меня гораздо. Ну а вот вам рекомендованные мною видео для просмотра. Анализ на ферритин важнее анализа на железо. Очень важное видео. Посмотрите его первым делом после завершения просмотра вот этого видео, которое вы сейчас еще смотрите. Как поднять уровень кислорода в крови? Хотя бы последнее мое видео о сотовой связи и Wi-Fi вот это. Как не толстеть с возрастом? Видео про опасность рака в наши дни. Видео с названием «Не ешьте это, чтобы прожить дольше». Ну и естественно в связи с ним видео «А что же тогда есть?» Мои видео про витамин С, цинк, витамин Д3, витамин К. Видео с названием «Инсулинорезистентность». И другое, что будет, если вы откажетесь от сахара на 10 дней. Остальные видео будут даны по ссылкам под этими видео. Захотите, посмотрите. В завершение скажу, для тех, кто захочет поддержать свое сердце и сосуды, поднять уровень ферритина и железа, снизить окислительное воздействие на клетки, вы можете вот этими уникальными препаратами Синтезит Актив и формула «Моя кровь». Посмотрите по ссылкам описание, что это такое. И вот что в завершении. Посмотрите непременно, кто еще не видел. Вот это мое видео, совершенно не относящееся к теме здоровья, но гораздо более важная тема – это видео «Правда о Катыни». Очень сильное видео, которое гораздо выходит за рамки просто темы расстрела польских офицеров в 41-м году немцами. Мощнейшая аналитика, доказательная база и не только. Ссылка будет в описании. Да, и не забудьте, у меня есть еще три канала на YouTube. Первый – вы на нем сейчас находитесь. Второй – «Жизнь на земле». Про мое хозяйство, земледелие, экостроительство. Третий – о продуктах питания. И четвертый, который называется «Совесть и подлость». Самый главный из всех моих четырех каналов. Он о том, что гораздо важнее здоровья и даже жизни. Посмотрите и сами все поймете. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.